Всем доброе утро! Мне даже не верится, что два дня назад мы купались и было очень жарко, потому что сейчас плюс 12 и дикий дождь. Нормальные люди в какую погоду сидят дома, но я не очень нормальная, поэтому иду к врачам. Как я уже говорила, сегодня в планах гинеколог и окулист. И сейчас с меня упадут лосины. Похоже на безумного шляпника из Алисы в стране чудесной. Ой, у меня аж глаза слезятся. Так смотреть неудобно, в этом глазу всё расплывается. А право нормально, конечно. В общем, сходила я по докторам, сейчас буду делиться, всё хорошо. Хорошо. Чё гинеколог сказала? Гинеколог наконец-то отменила мне все таблетки, остались только одни витаминки. Это меня очень-очень радует, потому что мне достало принимать все эти лекарства. Померили меня, измерили. Веси я прибавила. Может, шашлыки виноваты, не знаю. Но, в общем, у меня пока плюс 3,5 килограмма где-то. А сегодня получается 20 недель. Что ещё? Сказали мне, что у меня узкий таз. Вот это меня беспокоит. Я сейчас начну гуглить, какие там нормы, когда начну нормально видеть. И сколько мне намерили, потому что это не очень хорошо. Узкий таз, это значит, что ребёнок может не пройти. Ну, он не узкий, точнее, осуженный, она сказала. То есть, как бы немного, но посмотрим, насколько меньше нормы там. Вот, это единственное, что меня немножко расстроило. Всё, всё остальное отлично. Не записали меня потом ещё на 19 июля. Ну, и вроде всё. Потом пошла к окулисту. Опять мне закапали это 150 раз. Посмотрели, тоже всё хорошо. Сказали, приходить не надо больше. Всё, окулист добро даёт. И пока я там была, вошла какая-то тётка. Типа, мне надо на метасмотр, метасмотр. Ну, видимо, это какой-то метработник она. Вот, а моя окулист говорит, типа, я после трёх, я сейчас не могу. У меня пациенты. И та тётка, я не могу после трёх. Ну, типа, ей сейчас надо. Такая противная. И потом она на меня смотрит, а мне закапали кучу капель. Мне расширяющий глаз закапали, потом обезболивающий. И ещё капнули антибиотик. Это всё щипется. У меня слёзы градом. Видите, я стёрла всю косметику отсюда. Я даже не могу обратно накраситься. Я не вижу, у меня всё расплывается. Поэтому пока так похожу. Вот, и я сижу, и у меня рефлекторно тоже начинают течь сопли от того, что слёзы текут. Кстати, у меня сегодня почти не было аллергии. С утра я два раза чихнула, и всё, сегодня идеальный день просто. Потому что сейчас всего лишь полдень, по-моему, или пол первого. Пол первого. Вот. А я уже давным-давно без соплей. То есть я ходила там и не шмыгала носом, как обычно. Вот. Но тут у меня, естественно, всё полилось. Доктор такая моя, пока у меня там, о, типа, аллергия. Я говорю, ага, продолжается. Вот. И эта тётка такая на меня смотрит. А это вся просто вот самый такой жёсткий момент, когда я в слезах и в соплях. Она такая, ммм, к вам и с соплями ходят. Обращаясь к моему врачу, типа, тут заразные всякие. Я просто, я стою, я говорю, давайте я на вас чихну, и вы заболеете и умрёте. Я же заразная. Вот. Откуда вот это хамство, я не понимаю. Она видит причём, что у меня слёзы текут. Но рефлекс это к вам с соплями ходит. Да, я хожу к врачам с соплями. А она, походу, без мозгов к ним ходит. И как-то ей нормально живётся. В общем, меня люди иногда просто удивляют. Я не представляю, как живут люди, например, которые являются, не знаю, носителями спида или ВИЧа. Ну, как бы, таких серьёзных заболеваний, потому что в них же вообще все пальцами тыкают. Вот каково им это каждый раз слушать? Меня уже достало. То есть, если я начинаю где-то там в женской консультации носом шмыгать или вот у врача, всё сразу, о, вы болеете, вы заразные. Мне надоело повторять, что я аллергик. Серьёзно. Ну, вот. Я, конечно, понимаю, что люди не знают, что я там не простудилась, и что всё в порядке, и можно меня не бояться, но меня это уже нервирует. Мне и так плохо, и ещё на меня всё пялиться, как на ненормальное. Что мне нос отрезать, что ли? Дааа, бесит. Ужас. Релакс, я знаю, нельзя обращать внимание. Но мои беременные гормоны говорят, урааа, убить всех людей, которые бесит. В общем, дурацкая тётка. Так ей надо, что её не приняли. Ха-ха-ха. А сейчас на улице там вообще жесть какая-то, ветром сдувает, дождь идёт, зонтик выворачивает наизнанку, плюс 12, плюс 12, ужас. То есть там сейчас погода ещё хуже, чем утром была, когда я снимала. Мне так неудобно смотреть, камера расплывается. И сейчас я, наверное, часа два позанимаюсь домашним хозяйством. Правда, не знаю, что конкретно, потому что я вчера почти всё сделала. Но, в принципе, надо приготовить мясо, надо запустить стирку, ну, можно помыть посуду и так далее. А ещё купальник надо постирать, у него этот песок забился, и пятна пошли. Вот, потому что я не могу сесть за компьютер и начать работать, или даже влог выложить, потому что у меня реально сейчас всё очень сильно расплывается, ну, я думаю, в виде какого размера зрачок. Привет, привет, котик, здравствуй. Что? Что? Ирекса, како-како-како-како-како-како, како-како-како. Надо будет сегодня педикюр и маникюр делать ещё. Здравствуй, Ирекса, спасибо за то, что ты мне тут принесла. Спасибо большое. И мне ещё не позвонили из этой фирмы, где я заказывала камеру. Я скоро сама им начну звонить и материться уже, честно. Я на них очень сержусь. почему они такие медленные. Азон справляется с таким за 4 дня. У меня, ну хорошо, я вчера отправила заявку. Можно сразу мне перезвонить по полу моей заявки? Что они там поняли, смазывают. Непонятно. Ладно, все, убираться надо и разгребать завалы, наводить в порядок. А, ну не получится, час. Да, очень трудно вблизи смотреть. Что я сделаю? Я помыла посуду, приготовила фарш, помыла плиту, запустила стирку. Настиралка не хочет работать, потому что, видимо, опять у нас перебоет с напряжением. Мигает там, не запускается. Постирала свой купальник вручную. Позвонила в Лавазово. Это меня туда на консультацию врачи отправляют. Но сказали перезвонивать 19 июля, будет запись на август. Там очередь большая. Поэтому пока не надо будет отметить себе, когда перезвонить надо. Позвонила в ЖЭК. Не сказали. Мы только можем принять повторную вашу заявку. То есть никаких объяснений, никаких комментариев по поводу того, что они ко мне не приехали. Так что завтра я их жду, чтобы они стоят проверили. Потом я позвонила в домофон. Наконец-то мне перезвонил мастер. Мастер будет в четверг. Потом я позвонила дедушке. Дедушке телефон недоступен. Позвонила бабушке. Поговорила с бабушкой. Позвонила еще на диване. Поболтала с ним. Залила диван сбоку чистящим фреслом для ковров, потому что он стал вонять рексой. Ну, там, где она сидит в углу. Так что собака теперь мается, что я ее не пускаю на свое место. Ну и все. Сейчас я сяду за комп, буду обедать. Я еще плохо вижу, поэтому я ничего не могу читать, писать. Но сериал включу, сяду подальше. Сяду, да, есть такое слово. Сяду подальше и буду так и так глазом посматривать и обедать. Потому что я ужасно хочу есть. И потом, я надеюсь, уже глаз пройдет. Потому что я не знаю, чем себя еще занять. Я там еще навела на кухне порядок, в шкафу, где у нас печенье, конфеты, хлеб. Вот это все разложила по местам. Ну, в общем, все, что не заставляет глаза напрягаться, все вроде сделала. Ко-ко. Я уже нормально вижу, правда, у меня все равно разные глаза. Но немножко разные. Я сейчас иду в магазин с Алишером. Он сейчас подъедет. Нам надо немножко продуктов купить. Я очень расстроилась. Мне позвонили из этого магазина, где я заказывала камеру. Короче, минимум через два дня, не факт, что я с ним состыкуюсь, приедет курьер, заберет у меня камеру. Потом они до 10 дней везут камеру во склад. И после этого до 10 дней делают возврат денег. Просто так поменять камеру надо было хорошим, нельзя. Я теперь в раздумьях, ждать ли курьера или, например, обратиться в сервисный центр, чтобы мне просто взяли и по гарантии починили камеру. Потому что, блин, ждать так долго. Ну, лишних денег, на самом деле, если честно, нет, чтобы заказать параллельно. Пока еще мне не вернули деньги, заказать в другом магазине такую же. В общем, я расстроена, будь здоров. Ну, думаю, пока что делать. Камера-то мне нравится, все хорошо. Ну, просто там вот звук. Это брак. Это микрофон, который надо заменить. И все. И больше ничего делать не надо такого особенного. Простите, его сюда поставлю. Ну, вот не повезло мне. Но мне так ужасно хотелось эту камеру, что я так расстраиваюсь, когда, знаете, если вам 10 лет, у вас отобрали виденную игрушку. Не по-взрослому я себя веду, конечно. Так, да, я в огромной куртке Алишера, потому что холодно на улице, холодно. Серьезно, 12 градусов. Не представляю, как бабушка с дядей Маней там торчат. Ребята, ну я сегодня и не с ленью-то вообще. Я побила все свои рекорды. Я, походу, это, отыгралась напряженные выходные и вчерашний день. Сейчас я тебя покорю. Просто я как села смотреть сериал «Часов 7» до этого делами занималась. В общем, сейчас 11. И я закончила смотреть первый сезон сериала «Корабль». И мне ужасно интересно, что там дальше я прям, я не удерживаюсь от того, чтобы залезть в Википедию, например, посмотреть просто, ну, содержание серии. И никогда так не делаю. Ну, так хочется, так любопытно, но я не буду. И, в общем, поскольку я так долго смотрела это все, ничего я не сделала. И я даже не хочу влог монтировать. Все утро сделаю. Положила. Завтра часа в два. Что ты так мурмейкаешь? В общем, лень и разложение. Это какой-то кошмар. Хотя, на самом деле, я сегодня много чего успела сделать. Просто вечер такой был. Так, ну, вон, видите, как темно. Обычно же светло сейчас. Но там продолжается вот этот дождь, ветер и так далее. Кстати, я ваши, типа, читала комментарии. Меня спросили, гуляю ли я с собакой. Я иногда гуляю. Но чаще всего сейчас это делает Алишер. Потому что Рекса очень сильная. И она трусливая. И она очень дергается. Ну, и, в общем, я с трудом на ногах стою. Естественно, это не очень хорошо. Потому что это немножко опасно для меня. Поэтому, в основном, я сейчас гоняю Алишера гулять с собакой. И гуляет она у нас два раза в день. Когда она была щенком, я ее выгуливала раза 4-5, наверное, где-то так. Можете залезть в старые-старые влоги. И там увидеть маленькую Рексу. У меня есть влог, как мы ее взяли. Вот, и так она у нас гулять же не любит. Так что не страдает. О, съела весь корм. Можно дать ей еще. А сейчас я режу мясо коту. Завтра я тоже буду сидеть дома. Расскажу вам завтра, какие планы. Вот, а потом, ближе к концу недели, будет кое-что интересненькое. Но об этом вы узнаете попозже. Что еще вам? Что-то вы еще там писали. Кто-то писал, что у меня будет двойня. У меня не будет двойня. У меня будет один ребенок. Это я знаю точно. Пол я узнаю в пятницу. Соответственно, вы узнаете его в субботу. И вы спрашиваете, на какой я неделе, я сейчас на двадцатой. Я, может быть, сегодня тоже говорила, я не помню. В двадцатой неделе это ровно половинка у меня экватор. Я вот думаю, вот если на двадцатой неделе такой маленький живой, ну реально он маленький все-таки, а к сороковой неделе он просто гигантский. С какой скоростью там растет ребенок внутри. Это все так странно и необычно. Кто-то у меня голос делся. Кстати, я так и сегодня без аллергии живу. Так, приятно. Прямо райский день. Я на ней завтра будет так же. Еще я сейчас сидела, пока смотрела сериал. Мне так ужасно хотелось соленого. Я не могу ни с ней. Слушайте, придумайте для меня, что можно есть соленое, чтобы это было не вредно. Ну, то есть я понимаю, что соль это вредно в любом случае. Ну, не какая у меня причаста. Вот, просто бывает супер вредное что-нибудь, типа чипсов, например. А бывает, не знаю, что. Вручную сделать сухарики и посолить. Это будет не так вредно. У меня уже закончились идеи для того, что не очень вредно, но при этом солено. Пустьма, что скажешь? Че ты боишься? В общем, я наелась колбасой сегодня. Она такая соленая. Я так ела супа, я ей не могу. Потом, да, больше не захотелось. Вот такая вот я. Сижу дома, кушаю, смотрю сериал. Наслаждаюсь жизнью. Да, Лекс? Крекса пришла проверить и дали мне ей покушать. Я вот думаю, я реально не хочу сейчас монтировать. Влог завтра сделан. Но раньше 12 я вряд ли уснула. Чем заняться? Книжку почитать, наверное? Я же три книжки брала в библиотеке. Я еще ни одну до конца не почитала. Надо хотя бы справочник дочитать. Этот. Для мам. Что там еще интересного. Но он немножко дурацкий. Он мне не понравился. Потому что там опечатки такие серии. Вы сейчас на 18 неделе. Там ваш ребенок там, не помню, там, типа ростом 15 сантиметров и весит 2 кило. Бред. Там пока в граммах измеряется еще. 2 килограмма это уже, считай, рожать можно. Я не помню, сколько я родилась. 2 700 что ли? Я маленькая была, когда я родилась. Я надеюсь, у меня тоже будет маленький ребеночек. Он должен быть такой же маленький, как на случай. Кузя, ты будешь любить ребенка? Не, я знаю, что ты не будешь испытывать особого интереса. Особенно, когда он начнет ползать. Ты будешь на конца. Вот Рекса будет с удовольствием воспринимать. И мы не будем отдавать. Кузя, меня очень часто спрашивают. Отдавать мы их не будем. Этот вопрос встанет ребром только если у ребенка будет аллергия. Но я надеюсь, такого не случится. Потому что ни у меня, ни у Алишер на животных аллергии нет. Ну и в принципе у нас в семье их ни у кого нет. Поэтому если все хорошо, животное с нами. Да, напряженка, но они с нами. Ну а если что, то тогда мама возьмет моя к себе. Рекса, вот кто такое свинство в кровати оставил? Алишер никогда не заправляет за собой постель. Дай пять. Дай пять. Ну дай пять. Это не пять, это все десять. Чего ты тут шерсть раскидываешь? Не хочу с вами прощаться. А что мне с вами еще поболтать? Я сегодня испортила футболку Алишернову. Белую, в которой он был на шашлыках. Я ее постирала, как и все остальное, вместе с джинсами Алишерновскими. И хотя я стирала при 30 градусах, все покрасилось чуть-чуть. И на этой футболке очень видно голубой оттенок. Поэтому я ее замочила. Надо сейчас посмотреть, наверное, сейчас подойдите мне. Косяк! Надо ее отмыть, потому что он первый раз ее надевал. Он такой, аааа, как ты стираешь? У меня в первый раз за... Ну, сколько мы вместе живем? Ну, три года уже есть, даже больше. Я в первый раз вот так вот вещи испортила при стирке. У меня такого обычно не бывает. Вот так надо Рексе дать корм. Смотрите, из-за угла выглядывает. Очень страшно. Очень страшно. Рекса! Беденец. Иди кушай свой корм. Кстати, вот маникюр сделала. У меня теперь такие ногти длинные стали опять. У меня раньше такие были. В подростковом возрасте меня все спрашивали. У тебя накладные ногти? Тогда, знаете, клеили такие пластиковые. У меня свои были. Еще длиннее, чем сейчас вот эти. И потом они стали ломаться. А сейчас снова, ну, крепкие. И несмотря на то, что я подумала, там, делаю, все, по сути, они все равно почти не ломаются. Так что... Гормоны творят чудеса! Что с волосами, что с носями. Посмотрите, знаете, что она делает? Она следит за котом, который ест. И когда Кузя захочет выйти из кухни, она его будет гнать до самого подоконника. И так каждый раз. Ап! Это чей хвостик? Кто это? Это кто? Что это за собака? Ты кто? Надо зонтик убрать, он уже высох. Сушилка. Ну, сушилка до завтра будет. Ой! Ой, господи, что ж я так зеваюсь? Ладно, прощаюсь. А то сейчас будет блок на 25 минут, который будет состоять из... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он и так везде из этого состоит. Спасибо, что посмотрели. Вас уже так много. Мы не дотянули с вами до 15 тысяч ко дню рождения, но 14 тысяч подписчиков у меня было, по-моему, как раз в день рождения. И как-то так вот совпало, что я зашла на канал и реально увидела именно вот эту цифру 14 тысяч, хотя это очень редко бывает, что какое-то круглое число было. Вот и теперь у вас уже 14 с половиной тысяч. Молодцы! Я очень вам всем рада. И, кстати, я все хочу снять отдельный выпуск беременного блога. Просто про первый триместр. Все сразу. То есть всю информацию, все ощущения, что у меня было, чего не было, ну и так далее. Объединить, потому что я думаю, это будет интересно. Я очень люблю такие видео смотреть сама. Но то темно, когда на улице плохая погода, в доме темно, и, соответственно, у меня качество видео получается не очень хорошим, потому что у меня пока нет осветительных приборов. Соответственно, я не могу снимать, когда на улице темно. Значит, то темно, то у меня нет времени, то я плохо выгляжу. Я уже две недели хочу снять это видео, и каждый день что-нибудь не так. Вот сегодня было темно. Я сегодня нормально выгляжу, я готова сниматься, и время у меня есть, но погоды нет. А в предыдущие дни либо мне было некогда, а вчера, например, я ужасно выглядела просто. И чувствовала себя ужасно, и выглядела ужасно. Все, заканчиваю болтать. Увидимся с вами завтра. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok